Глава вторая. Краткое содержание всех книг Махабхараты. Мудрецы сказали, мы желаем услышать как следует обо всем том, что подразумевается под Саманта Панчикой, упомянутой тобою, о сын Возницы. Сута сказал, если у вас, о Брахманы, есть желание слушать меня, рассказывающего благие сказания, то вы достойны, о Превосходнейшие, услышать о местности, именуемой Саманта Панчика. В промежутке между Трета и Два Пара-югой Рама, лучший из носителей оружия, побуждаемый яростью, неоднократно истреблял великолепный род кшатриев. И уничтожив свою доблестью всех кшатриев, он, одаренный блеском огня, образовал в Саманта Панчике пять озер из крови. Среди тех озер из крови вместо вод, он, понуждаемый гневом, совершил возлияние, и кровью удовлетворил своих предков, так нам известно. Тогда предки, Ричика и другие, явившись к лучшему из Брахманов, остановили его, воскликнув «Успокойся», и он тогда опочил. И то священное место, которое было вблизи тех озер с кровавыми водами, получило известность под названием Саманта Панчика. Каким признаком отмечается данная местность, таким именно названием та местность должна прозываться, говорят ученые. Когда наступил период между Два Параикали югой, в Саманта Панчике произошла битва между войсками Кауравов и Пандавов. На этой священнейшей местности, где земля была свободна от всяких земных грехов, собрались, желая сразиться, восемнадцать армий Акшаухини. Так было дано название той местности о дважды рожденные, и рассказано вам, что место, то священно и прекрасно. И так, лучшие из отшельников, мною рассказано вам обо всем том, как та местность прославлена и знаменита в трех мирах. Мудрецы сказали, «Мы желаем услышать как следует обо всем том, что подразумевается под Акшаухини, упомянутых тобою, о сын Возницы. Расскажи нам подробно обо всем, что известно тебе о количестве колесниц и коней, воинов и слонов, входящих в состав Акшаухини». Сута сказал, «Одна колесница, один слон, пять пеших воинов и трое коней учеными называются Патти, а утроенные Патти мудрые называют Сенамукха. Три Сенамуки называют одна Гулма. Три Гулмы имеют название Гана, а три Ганы – Вахини. Три Вахини считаются учеными Притана, а три Пританы – Чаму. Три Чаму – Аникини, а удесетеренные Аникини ученые называют Акшаухини. Число колесниц Акшаухини, о лучшие из дважды рожденных, согласно утверждению знатоков исчислений, составляет 21 807. Количество слонов может быть определено таким же. Должно знать, о безупречные, что число пехотинцев составляет 109 350, а коней здесь определяют численностью в 65 610. Это то, что люди, сведущие в исчислении, называют Акшаухини, о чем я уже рассказал вам подробно, о лучшие из дважды рожденных. Именно таким огромным численным составом обладали те 18 Акшаухини, войск Кауравов и Пандавов, о лучшие из брахманов. Сведенные на той местности временем, насыщенным необычайными событиями, они там же нашли свою гибель, чему причиной сделались Кауравы. Бхишма, знаток превосходнейшего оружия, сражался 10 дней. Дрона же защищал войско Кауравов в течение пяти дней. Карна, сокрушитель вражеских войск, сражался два дня, а Шалья – полдня. Затем происходило сражение на палицах, а в конце того же дня Хардикья, сын Дроны и Гаутама уничтожили Юдхиштирина войско, беспечно спавшее ночью. Между тем, как происходит жертвоприношение Шаунаки, я расскажу тебе также сказание о Пуломи, которое следует вторым от начала в Махабхарате. Оно состоит из чудесных и разнообразных описаний, слов и значений и содержит различные предписания. Мудрыми людьми, стремящимися к окончательному спасению, оно воспринято как выражение полного равнодушия к мирским желаниям. Как душа среди вещей познаваемых, как жизнь среди вещей приятных, так и эта и Техаса, ведущая к постижению мировой души, является наилучшей среди всех священных писаний. В этой превосходнейшей истории передана высочайшая мудрость, подобно тому, как в гласных и согласных звуках передано цельное слово, бытующее в ведах и в мирском обиходе. Слушайте же перечисления разделов этой махабхараты, исполненной мудрости, содержащей разнообразные и чудесные стихии и главы. Первый раздел «Вступление». Второй посвящен краткому изложению разделов и глав. Затем «О паушьи», «Пуломе» и «Астике». Потом идет раздел «О воплощении первых родов». Следующий зовется «Происхождение творений». Чудесный, созданный богами. Затем следуют разделы «О сожжении смоленого дома» и «Об убийстве Хидимбы». Потом раздел «Убийство Баки» и раздел «О Читрарадхи». Далее излагается раздел «О свайамваре царевны Панчалы», которая была добыта по закону кшатриев. Затем следует раздел «О браке» и разделы «Приход Дведуры» и «Приобретение царства». Затем разделы «Жительство Арджуны в лесу» и «Похищение Субхадры». После похищения Субхадры следует раздел «О поднесении свадебного подарка» и затем раздел «Называемый сожжение леса Кхандавы» и там же говорится о появлении Майи. Затем следует раздел «О собрании» и раздел «О кознях». Потом раздел «Об убийстве Джарасандхи» и «О завоевании мира». После раздел «О завоевании мира» следует раздел «О жертвоприношении Раджасуя». Затем «Похищение почетного дара» и «Убийство Шишупалы». Потом идет раздел «Об игре в кости» и раздел «О последующей игре». Далее следует раздел «Лесной», а потом «Убийство Кирмиры» и раздел «О бои между Владыкой Шивой и Арджуной», именуемый «Охотничьим». Затем следует раздел «Прибытие в царство Индры» и раздел «О паломничестве мудрого царя Кауравов». Потом раздел «Убийство Джатасуры» и «Битва с Якшами». Вслед за этим идет раздел «Об удаве», а потом раздел «Встреча с Маркандеей». Далее следует раздел «Беседа между Драупади и Сатябхамой». Затем «Путешествие к пастухам» и «Страх, порожденный сном об Антилопе». Вслед за тем излагается сказание о Дроне Рису. Потом следует раздел «Похищение Драупади из леса Синдгийцем», а затем излагается раздел «Похищение Серег» и раздел «Посвященный событиям в лесу». Далее следует раздел «Оверати». Потом раздел «Об уничтожении китчиков и похищении коров». Затем следует раздел «Об раке дочери Вираты с Абхиманью». Далее излагается весьма замечательный раздел «О старании». Потом следует раздел «Который должен знать под названием «Прибытие Санджаи». Затем раздел «Бессонница Дхритараштры от забот» и раздел «О Санатсуджати», где излагается сокровенная мистическая философия. Далее следует раздел «О встрече колесниц» и «Колесница Господа». Затем должна знать раздел «О ссоре великодушного Карны» и раздел «О выступлении обоих войск, Кауравов и Пандавов». След затем следует раздел «Называющийся численность воинов Радхинов и Атиратхов». Затем идет раздел «О прибытии посла Улука, увеличившего гнев пандавов». Должно знать, что следующий раздел «Сказание об Амбе». Далее следует замечательный раздел «О назначении Бхишмы», а вслед за тем раздел «Называемый создание материка Джамбу». Потом следует раздел «О земле» и «Подробное описание островов». Далее раздел «Называемый Бхагавадгита, Песнь Господня» и «Убийство Бхишмы». Затем следует раздел «О назначении дроны и уничтожение саншаптаков». Потом раздел «Об убийстве Абхиманию» и раздел «Называемый обещание». Далее следует «Убийство Джайадрадхи» и «Убийство Гатодкачи». Должно знать, что следующий раздел, приводящий в трепет, убийство дроны. Вслед за тем, излагается раздел «О применении оружия Нарайана». Должно знать, что далее следуют разделы «О карне» и «Шали», затем разделы «Погружение в озеро» и «Сражение на палицах», а затем раздел «О сарасвати», заключающий описание достоинств мест священных омовений, а также генеалогию. Затем следует «Внушающее отвращение» раздел «Посвященный участи спящих воинов». После этого идет раздел «Вызывающий ужас», относящийся к событиям в тростниках. Затем «Возлияние воды душам усопших» и раздел «О женах». Должно знать, что следующий раздел «О поминальных жертвах» посвящен погребальным обрядам, попавшим Кауравам. Затем идут разделы «О посвящении мудрого Юдхиштиры» и «О поражении Ракшаса Чарваки, принявшего вид брахмана». Вслед за тем излагается раздел «Распределение домов». Далее следует раздел «Умиротворение», где излагаются обязанности царя, потом разделы «О обязанности во время бедствий» и «О обязанности, ведущие к спасению». Должно знать, что далее следует раздел «Содержащий наставление», затем «Восхождение мудрого Бхишмы на небо». Затем идет раздел «О жертвоприношении коня, уничтожающий все грехи». Должно знать, что потом следует раздел «Повторенная песнь», объясняющий мистическую философию. Затем идет раздел, называющийся «Жительство в обители», далее «Видение павших сыновей». Следующий раздел называется «Приход народы». Далее описывается ужасный раздел «О сражении на палицах», потом раздел «О великом отречении» и «Восхождение на небо». В заключение следует Пурана Рудхари, Хариванша, называемая «Дополнительной». И среди глав этой дополнительной книги наиболее замечательна глава «Пророческая». Это сотни разделов рассказано великодушным Виясой. Затем сыном Суты Ламахаршаны эти разделы были в лесу Наимиша последовательно рассказаны в 18 книгах. Вот краткое содержание всех книг Махабхараты. В разделе «О Пауши» описывается великодушие Уттанки. В разделе «О Пуломи» прославляется распространение рода Бхригу. В разделе «О Баастике» – происхождение всех змей и Гаруды. Пахтание молочного океана и рождение божественного коня Учхая Шраваса. А также повествование о великодушных потомках Бхараты, рассказанное во время змеиного жертвоприношения царя Джанамиджаи, сына Парикшита. В разделе «О Происхождении» рассказано о рождениях различных царей и брахманов, а также о рождении мудреца Дваепаины. Здесь же воспето частичное воплощение и происхождение богов, дайтеф и данновов, якшей, наделенных великой доблестью, а также нагов и змей, гандхаров и птиц и прочих различных существ. Здесь также воспевается рождение великодушных Васу у Бхагирадхи в доме Шантану и их восхождение на небо. Здесь также описывается происхождение Бхишмы от сочетания частиц силу, Васу, его отречение от царства и стойкость в обете Целамудрия. Соблюдение обета и покровительство Читрангады, а после смерти Читрангады покровительство его младшему брату Вичитравирии и назначение его на царство. Рождение Дхармы среди людей, последовавшее от проклятия Анимандавьи. Рождение Дхритараштры и Панду от Кришны Двайпайны, вызванное его благодеянием, а также рождение пандавов. Далее воспевается поездка пандавов в Варанавату и заговор Дурьодханы. Прорытие подземного хода по совету Видуры и появление Хидимбы в диком лесу у пандавов, а также рождение Гхатоткачи. Тайное жительство пандавов в доме Брахмана, убийство Ракшаса Баки и изумление горожан. Победа на Дангарапарной на берегу Ганги. Отправление Арджуны вместе со всеми своими братьями к Панчалам. Тут же рассказывается чудесное сказание о Тапати, Васиштхе и Аурвии и необычайное сказание о Пяти Индрах. Далее говорится о соображениях Друпады по поводу единосупружества Драупади для пятерых мужей и необыкновенном для людей браке Драупади, назначенном богами. Описывается прибытие Видуры и появление Кешевы, жительство в Кхандава-Прасхе и управление половиной царства. Заключение по распоряжению народы соглашение с Драупади. Здесь также рассказывается сказание о Сунди и Упасунди. Описывается жительство Арджуны в лесу и встреча его на дороге с Улупи. Посещение мест священных омовений и рождение Бабгруваханы. В Двараке по совету Васудейвы похищается Киритином на колеснице желания прекрасная Субхадра. Затем принимается свадебный подарок и является Кришна, сын Деваки. После этого описывается приобретение диска и лука и сожжение леса Кхандавы, рождение у Субхадры Абхиманию, наделенного высочайшей доблестью, спасение Майи из племени и избавление змея, рождение сыновей у великого мудреца Мандапалы от Шаренги. Такова эта первая, весьма большая книга, называемая Адипарва. Две сотни и восемнадцать глав подсчитано здесь в Яссой, наделенным величайшим блеском. Семь тысяч девятьсот и восемьдесят четыре шлоки рассказано благородным в этой книге. Вторая же книга, заключающая в себе описание многих событий, называется «Книга о собрании» Сабха Парва. Здесь описывается сооружение дворца Пандавами и смотр слуг, собрание хранителей мира Нарады, который лицезрел богов, начало жертвоприношения Раджасуя и убийство Джарасандьи, избавление Кришной Царевин, заключенных в горном проходе, и убийство Шишупалы во время спора по поводу почетного подношения при жертвоприношении Раджасуя, осмеяние Бхимой в собрании Дурьодганы, исполненного уныния и зависти при виде богатства того жертвоприношения. От этого у него рождается гнев, вследствие чего устраивается игра в кости, в которой плут Шакуни побеждает сына Дхармы. Но тут Драупади спасает, будто лодка из моря, тех Пандавов, погруженных в море игры. Узнав, что они спасены, царь Дурьодган снова вызывает Пандавов на игру в кости. Это вся книга о собрании, изложенной великодушным Вьясой. Должно знать, что глав в ней числится семьдесят и две, а шлок, который рассказывается в этой книге, следует читать две тысячи пять сотен и одиннадцать. Должно знать, что далее следует третья книга, большая, посвященная событиям в лесу, Ранья Парва. Здесь рассказывается Следование горожан за мудрым сыном Дхармы, приход к Пандавам членов общины Вришни и всех Панчалов, сказания о разрушении Сауби и убийства Кирмиры, странствие Партхи, одаренного непомерную силой, в поисках оружия, борьба с Махадевой в облике охотника Кирата, появление хранителей мира и восхождение на небо. Появление Брехадашвы, великого созерцательного мудреца и сетывание Юдхиштхиры, скорбящего о бедствии. Здесь же рассказывается сказание о Нале, исполненное добродетели и вызывающая жалость, где описывается постоянство Дамаянти, в то время, когда Наль очутился в бедствии. Далее излагается, как великодушными пандавами, ушедшими на жительство в леса, была через посредство Ломаши получена с неба весть о Тарджуны, а также поездка благородных пандавов в святые места и там же убийство Ракшаса Джатасуры. Как Бхимасена по поручению Драупади отправился в Гандамадану, где он уничтожил группу лотосов в поисках цветов кораллового дерева Мандара и где произошло великое сражение между ним и могучими Ракшасами, а также Якшами, наделенными великой доблестью, во главе с Маниманом. Затем следует сказание об Агасте, где описывается съедение в Атапе и сочетание мудреца с лопа мудрой ради потомства. Потом необыкновенное сказание о Ястребе и Голубе, где Индра, Агни и Дхарма испытывают царя Шиби. Далее говорится о приключениях Ричьяширинги, с детства соблюдавшего обет воздержания, и о приключениях Рамы, сына Джамадагни, одаренного великой доблестью, где описывается убийство Картавирии и Хайхаев. Затем следует сказание о Суканне, где Чьявана, сын Бригу, при жертвоприношении Шариати, сделал так, что оба Ашвина испили Сомы, и где от них обоих отшельник получил молодость. Потом сказание о Джанту, где царь Сомака принес в жертву своего сына Джанту и получил сотню сыновей. За этим следует сказание о мудреце Аштавакри, где, победив на диспуте Бандина, мудрец этот обретает своего отца, попавшего в океан. Затем описывается битва Савьясачина с обитателями Хираньяпура, облаченными в неуязвимые панцири, после того, как первым было добыто для старшего брата божественное оружие. Встреча Арджуны с братьями в Гандхамадане и путешествие Кауравов в стоянке пастухов, где происходит битва между Керитином и Гандхарвами. Возвращение пандавов к озеру Двайтавана и похищение Джайадрадхой Драупади из обители, где Бхима в беге равной скорости ветра преследовал его. Затем по приходе Маркандеи рассказываются по частям различные сказания. Затем следует появление Кришны и беседа с Атьябхамой. Сказания о Дронирису, а также о Бендрадюмне. Сказания о Савитре и Уддалаке и сказания о Вайне. Тут же рассказывается весьма пространное сказание о Раме. Затем описывается, как Пурандерой Карна был лишен Серег. Затем следует сказание Лесное, где Дхарма наставляет своего сына и где пандавы, получив милость, отправляются в западную сторону. Это описана третья книга, Лесная. Величайшим мудрецом здесь насчитывается две сотни глав и еще 69, а шлок здесь содержится 11 тысяч, шесть сотен и 64. Таким образом, эта книга изложена. Знай далее, что следующая обширная книга посвящена Верате, Верата Парва. Отправившись в столицу Вераты, пандавы увидели на месте сожжения трупов большое дерево шами и спрятали там свое оружие. Затем, войдя в город, они жили там переодетыми. Здесь происходит убийство Врикодера и коварного китчики. Во время похищения коровка уравы побеждаются в битве Партхаю и скот Вераты освобождается пандавами. Затем Верата выдает свою дочь Уттару в невестке Киритину, который назначает ее для сына своего, отцубхадры, объеманию, сокрушителя врагов. Это описана четвертая обширная книга, посвященная Верате. Здесь великодушным Вьясой насчитывается полных 67 глав. Выслушай от меня и о количестве шлок. Шлок в этой книге насчитывается великим мудрецом числом 2050. Слушай далее о следующей, пятой книге, которую должна знать как книгу о старании Уддьога Парва. Меж тем, как пандавы, желая победы, пребывали в Упоплаве, Дурьодхана и Арджуна явились к Васудеве и сказали ему, благоволи оказать нам помощь в этой войне. На это многоумный Кришна ответствовал. Себя ли, как несражающего советника, улучши из мужей или же свою армию и для чьих военных сил я должен дать? И тогда коварный Дурьодхана недалекий умом выбрал войско, а Дхананджая избрал Кришну как несражающегося советника. Дхаритараштра же, великий и могущественный царь, отправляется Нджаю к пандавам посланникам с целью добиться мира. Когда Дхаритараштра узнает, что пандавами предводительствует Васудева, от забот он лишается сна. Затем Видура дает различные добрые советы мудрому царю Дхаритараштри. Здесь Суна Цуджата дает наставление о высшем духе царю, охваченному сердечными муками и предавшемуся скорби. Здесь, на рассвете Санджая, на собрании царей, говорит о тождественности Господа Васудевы и Арджуны. Здесь достославный Кришна, проникнутый состраданием и желающим мира, сам отправляется в город, носящий имя слона, чтобы заключить мир. Далее следует отказ со стороны царя Дурьодханы Кришне, который просит о мире ради блага обеих сторон. Кришна показывает в присутствии царей совершенство в йоге для распознания коварных советов карны. Кришна показывает в присутствии царей совершенство в йоге для распознавания коварных советов карны, Дурьодханы и прочих. Затем, посадив к себе на колесницу Карну, Кришна дает ему совет, но тот хитро отвергает его из-за высокомерия. Затем следует выступление из города Хастинапура колесниц, коней, воинов и слонов и перечисление войск, отправление царем Дурьодханой улуки послом с жестокими речами к пандавам в день перед великим сражением. Затем следует перечисление воинов, сражающихся на колесницах, Радхинов и Атиратхов и сказания об Амби. Это описана пятая книга Махабхараты, книга о старании, богатая событиями, касающаяся вопросов мира и войны. Глав здесь имеется числом 186. А шлок в этой книге рассказан великодушным и благородным вьясой 6 тысяч и столько же сотен, да еще 98, о богатые подвигами. Далее излагается книга о Бхишме, Бхишма Парва, полная удивительных событий, где Санджай рассказывает о создании Джамбу, где происходит страшное и жестокое сражение в течение 9 дней, где на Юдгиштирино войско находит великое уныние, где великомудрый Васудова доводами изучения о спасении души рассеивает смятение Партхи, рожденное чувством кровного родства, где Партха, обладатель могучего лука, посадив впереди себя Шикхандина, пронзает Бхишму острыми стрелами и повергает его с колесницей. Это воспета шестая большая книга Махабхараты. В этой книге изложено 100 и 70 глав. А шлок в книге о Бхишме исчисляется в ясой знатоком вет 5 тысяч 80 сотен и 84. Затем излагается замечательная книга о дроне, дрона Парва, заключающая множество событий, где саншаптаки заставляют Партху отступить с поля битвы, где великий царь Бхагадатта в сражении равной шакре вместе со своим слоном Супратикой побеждается Киритином, где многочисленные Махарадхи, могучие в мире воины, с Джайдратхой во главе убивают Абхиманью, юного героя, еще не достигшего совершеннолетия, где после убийства Абхиманью разгневанный Партха, уничтожив 7 Акшаухини войск, убивает в битве царя Джайдратху, и где остатки саншаптаков уничтожаются в сражении. В книге о дроне описывается, как были убиты Аламбуса, Шрутаюс и могучий Джаласандха, Саумадатти, Вирата и Друпада, могучий сражающийся на колеснице воин, Гатоткача и другие. Здесь же Ашватхамон, негодующий после того, как пал в битве его отец Дрона, применяет страшное оружие Нарайана. Это изложена большая, седьмая книга в эпопее о потомках Бхараты, где героические цари, лучшие среди мужей, которые в этой книге о дроне упоминаются, большую частью приходят к своему концу. Здесь содержится сто и семьдесят глав. Восемь тысяч девять сотен и девять шлок насчитывает здесь, в книге о дроне, поразмыслив сын Порошары, отшельник, видящий правду. Потом следует крайне удивительная книга о Карне, Карна Парва, где рассказывается о назначении мудрого царя Мадров возницей и предании о падении города Трипура, о грубом объяснении между Карной и Шалией по поводу их выступления. Затем сказания о лебеде и вороне, содержащей оскорбление. Далее описывается взаимный гнев Юдгиштхиры и Арджуны. Затем Партха убивает в поединке Карну, могучего воина, сражающегося на колеснице. Это изложено сведущими в истории Бхаратов, восьмая глава. Шестьдесят девять глав содержится в книге о Карне, а шлок четыре тысячи и девять сотен. Затем воспевается чудесная книга о Шалии, Шалья Парва. После убийства великого героя Карны, предводителем войска Кауравов становится владыка Мадров. Здесь рассказывается, как происходили последовательно бои на колесницах. В книге о Шалии описывается гибель главнейших из Кауравов, а также гибель Шалии от царя Справедливости, могучего колесничного воина. Тут же описывается жестокая битва на палицах, а также воспевается святость местом овений реки Сарасвати. Это изложена девятая книга, необыкновенная и содержательная. Знатоками исчислений здесь насчитывается пятьдесят девять глав, содержащих описание множества событий. А количество шлок, сочиненных отшельником Кауравов, носителей славы, здесь исчисляется три тысячи двести двадцать. Далее я расскажу о страшной книге, посвященной нападению на людей, Сауптика Парвы, где к негодующему царю Дурьёдане, у которого раздроблено бедро, приходят вечером, когда удалились пардхи трое героев – Критаварман, Крипа и сын Дроны, все обогрённые кровью. Где сын Дроны, великий герой, в страшном гневе произносит клятву «Пока не убью всех панчалов с Дричтадьюмной во главе, и пандавов вместе с их союзниками, я не брошу оружие». Где ночью те величайшие из мужей, предводительствуемые сыном Дроны, убивают беспечно спящих панчалов вместе с их свитою. Где те пятеро пардхов спасаются благодаря силе Кришны и Сатики, могучего стрелка из лука, а все остальные гибнут. Где Драупади, мучимая скорбью о своих сыновьях и переживая убийство отца и братьев своих, садится подле своих супругов, приняв решение не принимать пищи. Абхима, обладающий страшной силой, под влиянием слов Драупади, преследует в гневе сына своего учителя, потомка Бхарадваджи. Где из страха перед Бхимасеной сын Дроны, понуждаемый Роком, мечет в гневе оружие со словами на погибель Пандавы. Где Кришна, лишая силы его слова, восклицает «Да не будет так!» Абхалгуна то оружие побеждает оружием. Где сын Дроны, Двайпайна и другие, изрекают друг на друга проклятие, в то время как совершается обряд возлияния воды всем павшим царям. Это десятая книга о нападении на спящих, которая рассказывается здесь Притхаю, своему тайнорожденному сыну Карни. В этой книге великодушным Вьясой изложено 18 глав, а количество шлок, изреченных мудрейшим, в этой книге, где соединены две парвы, Сауптика о нападении на спящих и Айшика тростниковая, считается согласно должному исчислению 870. После этого рассказывают вызывающую жалость книгу о женах с Трипарва, где описывается прискорбнейший плач жен героев, гневный порыв и успокоение Гандхари и Дхритараштры, где жены видят тех воинов, невозвращающихся героев, чей конец был предопределен, сыновей, братьев и отцов, павших на поле брани, где мудрейший царь, лучший из всех блюстителей закона, предает сожжению, согласно шастрам, тела тех царей. Это рассказана 11 книга, большая и крайне скорбная. В этой книге изложено 27 глав, а шлок здесь числится 775. Эта часть Махабхараты, сочиненная благородным автором, вызывает слезу и скорбь сердечную у хорошего человека. Затем следует книга об умиротворении Шантипарва, 12-я по счету, развивающая ум, где Юдгиштира, царь справедливости, впадает в уныние, допустив убийство отцов, братьев, сыновей и всяких родственников. В Шантипарве излагаются различные установления, которые преподал Бхишма, сложаясь стрел. Установления, которые должны прилежно изучаться царями, желающими овладеть наукой управления. Тут же излагаются обязанности при бедствиях, указывающие на их время и причину. Зная их, муж приобретает правильное всестороннее знание. Здесь также весьма подробно излагаются различные пути к спасению. Это описана 12-я глава, приятная для мудрых людей. В этой книге следует считать три сотни и тридцать девять глав, богатых рассуждениями о религиозном благочестии. А шлок воспетых здесь считают числом 14 тысяч и пятьсот двадцать пять. Должно знать затем превосходнейшую книгу, говорящую о наставлениях, Анушасана Парва, где приходит в успокоение царь Кауравов Юдхиштхира, услышав об определении обязанностей, преподанном Бхишмой, сыном Бхагирадхи. Здесь с полнотой объясняются предписания касательно нравственного долга и мирской пользы и всяческие средства к достижению результатов от различных даров. Равным образом здесь рассматриваются особенности людей, заслуживающих принимать дары, высшее положение о дарах, средства соблюдения правил поведения и высочайший путь правды. Эта книга о наставлениях наилучшая, ибо заключает многочисленные события. Здесь именно воспевается достижение Бхишмой у неба. Это тринадцатая книга, определяющая обязанности. В ней содержится сто и сорок шесть глав, ашлок шесть тысяч и семь сотен. Затем излагается четырнадцатая книга, книга о жертвоприношении коня Ашвамедхи Капарва, где содержится чудесное сказание о Самварте и Марутте, где рассказывается о приобретении пандавами золотой сокровищницы и о рождении Парикшита, сожженного прежде огнем оружия и оживленного вновь Кришную, где описывается происходившие в разных местах Баи Арджуны и сына Пану с негодующими царевичами, когда он следовал по пути за жертвенным конем, отпущенным на волю. Тут же Дханенджая высказывает сомнение при сражении с Бабруваханой, сыном Читрангады, которая в отношении своего отца была Путрикой. Тут же содержится сказание об их невмоне во время великого жертвоприношения коня. Это весьма замечательная книга, называемая Ашвамедрика. В ней значатся 133 главы. Ашлок исчисляется знатоком истины три тысячи и столько же сотен, да еще двадцать. Далее следует пятнадцатая книга, посвященная жительству в обители, Ашрама Васика Парва. Оставив свое царство, царь Дхритараштра вместе с Гандхари и Видура отправляются в свою пустынь. Видя, что они уходят, благочестивая Притха покидает тогда царство своих сыновей и следует за ними, находя удовольствие в послушании старшим. Там царь Дхритараштра, по милости Кришны Двайпайны, видит павших сыновей своих и внуков, и других царевичей, и героев, ушедших в другой мир. Увидев такое необычайное чудо, он оставляет свою скорбь и вместе с супругой достигает высших успехов в аскетических подвигах. Там Видура, придерживавшийся справедливости, вступает на благой путь, а также и Санджая, главный советник, ученый сын Гавалганы, обуздавший свои чувства. Там Юдхиштхира, царь справедливости, видит народу, и от народа же слышит о великом истреблении вришниев. Это изложена крайне великая книга, именуемая «О жительстве в обители». Согласно исчислению, в этой книге содержится 42 главы, а шлок исчисляется знающим истину 1506. Затем узнай страшную книгу о битве на палицах Маусала Парва, где те мужи-тигры, способные сражаться оружием, угнетаемые проклятием Брахмана, возбужденные хмельным напитком в попойке и понуждаемые судьбою, убивают у соленого моря друг друга, обращенные в громоподобные палицы травой Эрака. Где, допустив истребление всего своего рода, Рама и Кешава оба не минуют наступившего времени, одинаково уносящего всех. Где Арджуна, бык среди мужей, пребывает в Дваравати, и, увидев, что она свободна от Вришниев, впадает в печаль и великое уныние. Совершив погребальные обряды для своего дяди по матери, Кришны, лучшего из рода Яду, он видит великое побоище героев Яду, свершившееся во время попойки. Он предает сожжению и тела Вришниев в порядке их старшинства. Потом, шествуя из Дваравати, вместе с оставшимися стариками и детьми, он встречается в пути с тяжелым бедствием и видит бездействие своего лука Гандива, и все виды божественного оружия отказываются повиноваться ему. Видя гибель жен Вришниев и нестойкость их благополучия, Арджуна впадает в уныние, и побуждаемый советом Вьясы, является к царю справедливости, чтобы тот дозволил ему вступить в Саньясу. Это изложена шестнадцатая книга, именуемая Маусала. В ней исчисляется восемь глав и триста шлок. Далее следует семнадцатая книга о Великом Исходе Маха Прастханика Парва, где пандавы, быки среди мужей, оставляют свое царство и вместе с царицей Драупади отправляются в высочайший и последний путь окончательного избавления. Здесь заключаются три главы, а шлок исчисляется знатоком истины 120. Затем должно знать дивную книгу о восхождении на небо Сварга Рохана Парва, где рассказывается о нечеловеческих событиях. Согласно подсчету, в этой книге содержится пять глав, а шлок исчисляется 200 о богатые аскетическими по. Таким образом, эти 18 книг полностью изложены. В приложениях помещены книги родословная Хари, Хариванша и пророческая, Бхавишья. Это описана вся Махабхарата в кратком изложении разделов и глав. 18 армии сошлись вместе, желая сразиться. То было великое и страшное побоище, длившееся 18 дней. Тот дважды рожденный, который знает четыре веды вместе с ведангами и упанишадами, но не знает этого сказания, не может считаться мудрым. Когда послушаешь это сказание, другого не захочешь слушать. Подобно тому, как услышав кукование кукушки самца, не захочешь слушать пронзительное карканье вороны. От этого превосходнейшего сказания рождается у поэтов вдохновение, подобно тому, как из пяти составных частей происходит строение трех миров. На основе этого сказания существуют пураны, у дважды рожденные, подобно тому, как творение четырех видов существует на основании воздуха, Это сказание – основа для всех обрядов и нравственных достоинств, подобно тому, как различные проявления ума являются основою для всех чувств. Нет на земле сказания, которое не основывалось бы на этом повествовании, как не существует состояние тела, которое не зависело бы от пищи. Эта поэма пользуется вниманием всех лучших поэтов, подобно тому, как высокорожденный пользуется вниманием слуг, желающих повышения. Вышедшая из уст двойпаяны, она почитается несравненной, справедливой и священной. Она уносит грех и сулит счастье. Кто внимательно слушает Махабхарату, когда ее рассказывают, то что ему омовение в водах Пушкары? Людям бывает легко воспринимать эту великую поэму, необычайную и глубокую по смыслу, когда они вначале услышат ее в форме краткого изложения разделов, подобно тому, как при помощи корабля бывает легко переправиться через обширный океан. Так гласит глава вторая в Адипарве Великой Махабхараты. Конец краткого содержания всех книг Махабхараты.